Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего сада! Сейчас 7 декабря, 4 градуса тепла, 4 часа 11 минут. Я сейчас кратко отвечу на вопросы своих подписчиков, которыми я благодарна, что они меня смотрят. Этот вопрос был, он касался, значит, когда распадется или распадется ли великая, самая великая из Британии. Я не знаю ответ на этот вопрос. Я хочу еще раз сказать, что как раз в 2011 году здесь были очень серьезные вот такие вот, знаете, подвижки в сторону распада. Это Бутитенилась, Шотландия, Бутитенилась и Уэллсе, и Северная Ирландия тем более. Так вот, про Уэллс сейчас скажу, что появилась новость. В Уэллсе свой, вы знаете, у них своеобразный такой язык, кюмбу или как он там называется. И у них правительство, у них сплошь левое, лейбористы, вот как в Новой Зеландии, тоже там вот это вот такое все, все такое. И тут у нас тоже такое, все строго лейбористы, они считаются больше, как говорится, потомки французов и такие у них своеобразные. Ну, такие неплохие, мне нравятся уэллшцы. Они такие приветливые. И вот, значит, у них поставлен план, что к 2050 году миллион уэллшцев должны говорить строго на уэллшском языке. А на самом деле, начиная с 2011 года, на 19% сократилось количество жителей, которые используют уэллшский язык, которые умеют на этом языке писать, которые на нем говорят. Это с 5 до, там скольки, до 90 лет исследование проводилось. И всего они охватили от исследования 523 тысячи, в общем, чуть больше полмиллиона. Так вот, они эту цифру хотят догнать до миллиона в 50-м году. Возникает вопрос, останется ли столько там жителей, это никто не знает, потому что ситуация там не очень. С экономикой уэллси. Что касается Шотландии, то меня поразило, что шотландского представителя от Шотландской национальной партии в парламенте, он подал в отставку. Такой был дяденька. Кто будет вместо него и почему он подал в отставку с этого поста, значит, парламентского главы этой партии, я не знаю. Она очень, очень в Шотландии такая мощная, эта партия. Вот, ну, я думаю, что любого человека, кто попадает в Британию, как я впервые, очень поражает, что они здесь, как говорится, не одинаковые. Англичане и англичане для нас, а оказывается, тут шотландцы, ирландцы. И, откровенно говоря, они все действительно очень отличаются друг от друга, особенно. Ну, в Северной Ирландии ирландцы тоже они такие очень приветливые, веселые, всегда с улыбкой, такие красивые. Вот, сами по себе эти уэлшицы, они такие более низкорослые. Вот, и шотландцы, вы знаете, они любят в своей шотландской юбке килт ездить по всяким футбольным турнирам, и там они любят показывать, задирать эту самую юбку и всем показывать свои белые трусы. Но, в любом случае, недавно я общалась с шотландцами, и они, конечно, такие прямые, прямые люди. Они тебе прямо в глаза, тебе все скажут, расскажут такие вот. Если бы я могла сравнивать их вот это с литовцами, с литовским национальным характером, то вот у нас жемоитийцы такие, которые считаются, что они тоже потомки норманов, жемоитийцы. Ну вот, а действительно ли популярность принца Чарльза, я думаю, в стране минус даже, не то что маленькие цифры, минус, вот вчера снова его яйцами забросали. И что касается яиц, то в магазинах у нас сейчас большая проблема с яйцами, вот, и, ну, это большой дефицит, так что разбрасываться яйцами, как говорится, лучше не надо. Ну, пока-пока.